Привет! Это первый урок и на нем мы с вами поговорим о бюджете. Вообще сейчас будем раскрывать одну большую тему, которую я назвала подготовка к свадьбе. В нее входит не только бюджет, но еще и формат свадьбы и выбор площадки на свадьбу. Это мы будем обсуждать на ближайших трех уроках, но на этом поговорим о бюджете. Я вам расскажу, что это вообще такое, чем бюджет отличается от сметы, почему важно начинать подготовку к свадьбе и вообще к любому событию именно с бюджета и с денежного вопроса, как его определить, как его правильно посчитать, какие позиции входят в смету и бюджет. Об этом в многом другом поговорим на уроке. Начнем с вами с того, почему мы начинаем с бюджета. Деньги — это самое главное в подготовке мероприятия, потому что от того, сколько у вас денег, зависит то, что в него будет входить. Бюджет — это итоговая сумма, которую вы готовы потратить на свое свадебное событие. Определить сразу, сколько денег вы хотите потратить, будет наверняка сложно, потому что вы наверняка не знаете, сколько стоит площадка, сколько стоят услуги ведущего. Либо вы знаете или наслышаны, но у каждого специалиста своя стоимость, свой ценовой диапазон. Поэтому определить сразу итоговую сумму бюджета будет очень сложно. Поэтому первое, что я рекомендую, определить ценовой диапазон, сколько вы готовы потратить на свадьбу. Например, вы готовы потратить на свадьбу от 100 тысяч до 170, к примеру. Либо вы готовы потратить на свадьбу не больше миллиона, или овермиллион и так далее. В общем, смотрите на свои финансовые возможности. Я рекомендую определить сразу, сколько плюс-минус вы готовы потратить и уже в этот бюджет укладывать всю смету. Чем отличается смета от бюджета и что такое смета вообще? Смета — это такая таблица, таблица с вашими расходами. Вы туда вносите все позиции, на которые тратите деньги. Например, площадка, питание, трансфер, ведущие, диджей, специалисты, макияж, прическа. В общем, вообще абсолютно все, где вы несете затраты. Даже какие-то мелочи вы внесите в смету, чтобы понимать, сколько денег вы потратите. Потому что из этих мелочей может вырасти большая сумма. В смету выносим абсолютно все расходы и считаем ее. Для начала я рекомендую вносить все ваши пожелания в смету. Все, что вы хотите, сколько это примерно может стоить. В дальнейшем при работе и выборе специалистов вы будете эту сумму корректировать. Но вы вносите все, чтобы понимать, влезаете ли вы в тот бюджет, который вы запланировали. Если вы в этот бюджет уже не влезаете, то тогда можно смотреть, как эту смету оптимизировать. Как можно оптимизировать смету? Либо убирать какие-то позиции. Например, вы поставили позицию аниматора для детей, двух аниматоров, поняли, что это сильно дорого. Либо убрали аниматоров вообще, либо сократили количество часов, либо сократили количество аниматоров. Все это очень удобно делать, когда у вас перед глазами есть таблица, и вы понимаете, какая позиция, сколько стоит, сколько часов. Причем я рекомендую делать эту табличку более расширенную, с разными столбцами. Например, ведущий, сколько ведущий стоит в час, сколько часов ведущий работает, и сколько это и того стоит. Потому что, когда вам надо будет оптимизировать смету, сделать ее чуть-чуть дешевле, например, вы можете убрать количество часов с 5 на 4, например, и перерасчитать, сколько это будет стоить. И это очень удобно и комфортно. Такая смета называется сметоконструктор. В общем, подытожу. Смета — это составляющая бюджета. Это такой список расходов, который складывается в общий бюджет. Теперь давайте обсудим, из чего вообще может состоять бюджет. Что вообще входит в смету, какие позиции, какие направления. Первое, я так классифицировала по своему принципу, это подготовка к свадьбе. Это те процессы, те события, те специалисты, с которыми вы работаете до свадебного торжества. Например, когда вы выбираете визажиста, у него есть такая услуга — тест макияжа или тестовый макияж. В общем, вы его репетируете, скажем так, чтобы в день свадьбы вам точно понравился макияж и прическа. Его можно сделать заранее, прорепетировать. Это та статья расходов, которую вы тратите до свадьбы. Или тест меню, когда вы пробуете еду, которую предоставляет площадка, чтобы понять, точно ли она вам нравится или нет. Чаще всего это тоже происходит за деньги. Поэтому это то, что до свадьбы, то, что входит в подготовку к свадьбе. Далее, что еще может входить в составляющие бюджета? Декор. Я эту позицию выделила отдельно, потому что чаще всего она тоже занимает достаточно большую сумму в смете. Поэтому декор делаем отдельно. Что включает в себя понятие декор? Это обязательно букет невесты, бутоньерка, все, что связано с цветами и подготовкой. И это оформление площадки, все цветочные композиции на столах, оформление задника, где сидят молодожены, оформление всей площадки. Это очень объемно. Если вы делаете свадьбу в больших масштабах и заморачиваетесь с оформлением, то это тоже отдельная большая статья расходов. Для декора можно сделать отдельную смету, где вы тоже распишите, сколько что будет стоить. Например, в декоре можно включить букет-бутоньерку, отдельную выездную регистрацию, если вы ее делаете. О ней я расскажу тоже немного позже. И отдельно, допустим, оформление столов и площадки в целом. Что еще может входить? В смету входят обязательно все специалисты, с которыми вы работаете. О специалистах конкретно о каждом, сколько они могут стоить, как их правильно выбирать, как с ними общаться, проводить встречи или нет, я буду рассказывать в последующих уроках. Но помните, что обязательная статья расходов в смете – это свадебные специалисты, их достаточно много. И опять же, их можно добавлять и убирать. Есть приоритетные, есть неприоритетные, о них поговорим чуть позже. Что еще входит в смету? Это программа. Программа включает в себя, помимо работы ведущего и диджея, какие-то шоу-номера, например, выходы и выступления артистов, приглашенная кавер-группа, которая будет петь на дискотеке, чтобы все танцевали. Какие-то салюты, фейерверки, все, что там в финале свадьбы вы захотите сделать, чтобы поставить красивый акцент на завершение вечера. В смету может входить транспорт, если вы его используете. Например, машина для молодоженов, которая везет в ЗАГС, потом с ЗАГСа в ресторан, иногда используют лимузины, иногда просто берут машину. Конечно, иногда берут машину у друзей, но если вы заморачиваетесь трансфером, тоже учитывайте эту статью расходов. Если площадка находится далеко от города, и вы, например, хотите доставить гостей, тоже учитывайте, что можно заказать автобусы, такси, микроавтобусы или распределить по друзьям, но тем не менее, это такая же статья расходов, как и другие, поэтому добавляйте ее в смету и считайте. Любого рода закуп, если вы что-то покупаете на конкурсы для ведущего, например, или что-то закупаете для программы, дополнительно для оформления самостоятельно, какие-нибудь коробочки, не знаю, там, кольца, все, все, что вы покупаете, абсолютно вносите в смету, в закуп, потому что это тоже статья расходов, вы тоже тратитесь на именно свадебное событие, вносим в смету абсолютно все. Ну и, соответственно, я всегда рекомендую внести в позицию дополнительные расходы, они могут появиться день в день, допустим, вы там едете и что-то нужно купить, докупить срочно, бокалы, вам что-то понадобилось из предметов одежды, стало холодно, может быть, или еще что-то такое, в общем, дополнительные расходы вносим тоже, определите сумму, которую вы готовы потратить на доп. расходы, вносите ее в смету, возможно, вы эти деньги не потратите, но если вы их будете учитывать, это будет куда приятнее и спокойнее. И помните о том, что на каждой площадке при праздновании своего свадебного торжества, возможно, какие-то форс-мажоры и ситуации, когда разбили тарелку, бокал, стакан, неважно, в общем, у каждой площадки есть свое конфликт-меню и по каждой позиции есть стоимость, например, если вы разбили тарелку, вы платите там 500 рублей, например, если стакан 200 рублей, грубо говоря, в общем, учитывайте это тоже, потому что чаще всего что-то случайно разбивается, а если у вас вечеринка с большим количеством алкоголя, то, возможно, разобьется и немало. Заложите это тоже в статью расходов, возможно, вы не потратите, но, тем не менее, вам это пригодится. Теперь давайте поговорим о том, как посчитать стоимость работы специалиста. И не только специалисты, вообще, из чего складывается бюджет, как считать эти суммы. При расписывании сметы вы сначала ставите предварительную сумму, сколько вы готовы потратить, а потом, общаясь со специалистами, вы понимаете, сколько они могут стоить и уже корректируете свою смету. Например, специалисты, которые работают на свадьбе, ведущие, диджеи, фотографы, видеографы, чаще всего у них почасовая оплата, но для свадеб всегда есть какие-то пакетные предложения. Например, 4 часа ведущий плюс час диджея стоит столько-то. Ну, точнее, 4 часа ведущий и 5 часов диджея, дискотека последняя, это стоит столько-то, со скидкой столько-то, свадебное предложение такое-то. То есть спрашиваете у этих специалистов, какие у них есть пакетные предложения для свадебных торжеств, потому что чаще всего такие варианты можно найти, и они практически у всех специалистов есть. Но вообще часто используется почасовая оплата. Допустим, вы берете аниматора, который будет занимать детей на свадьбе, чтобы им не было скучно, чтобы родители спокойно отдыхали. Например, позиция аниматора, вы понимаете, что час работы аниматора стоит плюс-минус 2000 рублей, например. Например, я не говорю конкретные цены, потому что в каждых регионах они разные, и нужно смотреть среднюю цену рынка. Я об этом тоже чуть попозже расскажу, как это делать. Например, вы смотрите, что час у аниматора стоит 2000 рублей. Вы можете взять его на весь банкет, например, на 5 часов, а можете взять на 2 часа в середине вечера, когда дети уже покушают, и вы понимаете, что через час у детей уже теряется внимание, будет скучно на вечере, и тут приходит аниматор и играет с ним. В общем, смотрите, какие-то специалисты работают по почасовке, у каких-то есть пакетные предложения для свадеб. Это все очень удобно, эти цены есть чаще всего в соцсетях у специалистов, либо можно запросить прайс, и чаще всего его предоставляют очень спокойно, и оно в открытой форме, поэтому эти данные можно запросить. Дальше, как считаем еду? Еда считается в зависимости от количества людей, которые приглашены на события. Плюс-минус 2500 на человека, например, если это у вас фуршет, и чуть подороже, если это банкет. Опять же, в разных регионах разная стоимость, в разных заведениях разный ценовой диапазон, вы считаете бюджетное питание в зависимости от того, сколько вы приглашаете гостей. 30 гостей, например, приглашаете и умножаете 30 на стоимость на одного человека, это бюджетное питание, это только еда, про алкоголь мы сейчас не говорим. Опять же, на каждой площадке свои условия, в зависимости от того, какую площадку вы берете, вы понимаете, либо площадка берет арендную плату за мероприятие, за то, что они закрывают заведение только под вас, и никого там нет. И дополнительно вы еще оплачиваете питание на площадке, это одна цена. Либо есть такие площадки, которые предлагают оплатить только питание, аренду они не берут, это другая цена. Но цена за питание считается за человека, плюс-минус. Помните о том, что есть еще персонал, который у вас работает, свадебные специалисты, их тоже желательно бы покормить, но это на ваше усмотрение. Считайте общее количество гостей, а персонал уже на ваше усмотрение. Я всегда рекомендую кормить, потому что фотограф, который работает 6 часов, однозначно проголодается, устанет и так далее, поэтому это такая организаторская этика, что ли, скажем так. В любом случае, человеку комфортнее работать, если он не совсем голодный. Про еду поговорили, теперь переходим к алкоголю. Разные схемы, разные работы площадок. Если площадка разрешает привозить алкоголь свой, вы можете перевезти его, закупиться где-то в оптовых торговых центрах и так далее. Можно привезти с собой. Это первый вариант. Есть вариант, когда площадка разрешает привозить свой алкоголь, но при этом у них есть пробковый сбор. Пробковый сбор – это та сумма, которую вы оплачиваете за одну бутылку. Например, пробковый сбор по вину – 50 рублей за бутылку. Вы привозите 50 бутылок, оплачиваете за каждую бутылку по 50 рублей для площадки. Бывают такие условия, это совершенно нормальные условия, так часто бывают, поэтому не пугайтесь такого. И третий вариант, когда площадка не разрешает привозить свой алкоголь и предоставляет только алкоголь с площадки. Помните о том, что чаще всего в 99% случаев этот алкоголь будет стоить дороже, чем алкоголь в торговом центре или на рынке. Выбирайте площадку, когда учитываете этот факт, запрашиваете сразу этот момент. Дальше, как считаем торт? Торт считаем по граммам. Например, плюс-минус 150 грамм на человека. Так и заказываем торт. Если у вас 30 гостей и вы понимаете, что все точно 100% будут есть торт, заказывайте с учетом 150 грамм на человека. Но чаще всего, исходя из опыта, торт едят далеко не все, потому что это уже конец вечера, все наелись, не все хотят. Но опять же, вы можете этот торт забрать домой. Торт считаем 150 грамм на человека, а стоимость у торта всегда идет по килограммам. Килограмм торта стоит столько-то столько-то. Вы заказываете там условно 2, 3, 4, 5 и так далее, сколько хотите. Ну и про площадку я уже сказала. Площадка либо берет арендную плату и берет деньги за обслуживание питания, либо берет просто за питание. Все это можно спросить при подготовке, при знакомстве с площадкой. Банкетный менеджер всегда всю эту информацию выдает прям сразу, поэтому не стесняйтесь и спрашивайте. Это все, что касается бюджета. И дальше мы, конечно, более подробно будем рассматривать и свадебных специалистов, и поговорим о том, как это может сколько стоить. Но сейчас я предлагаю тебе сделать домашнее задание. Представь, что ты готовишься к предстоящей свадьбе. А возможно, ты и так готовишься к предстоящей свадьбе или помогаешь друзьям. Какой бюджет ты бы выделила на свадьбу своей мечты? Сколько бы ты хотела потратить? Прикинь от и до и подумай, на что бы ты распределила этот бюджет. На какие позиции? Что бы хотела? Можно повдохновляться, посмотреть другие свадьбы, посмотреть на каких-то интернет-ресурсах или просто загуглить. В общем, прикинь, сколько ты бы хотела потратить на свадьбу и на что именно ты бы потратила.